Вчера президент в своем послании начал с обращения к народу. Я впервые слышал, когда он трижды говорит народ, народ терпит, но прежде всего потому, что он дорожит нашей государственностью. Особо подчеркнул необходимость сплочения общества готовить к столетию Великого Октября. Я считаю это исключительно важный и принципиальный посыл всем гражданам, но хочу вам еще раз напомнить. Ровно сто лет назад в эти декабрьские дни шесть лидеров думской фракции, которые образовали прогрессивный блок, пришли к Николаю II и заявили. «Государь, империя распадается, армия дезертирует, промышленность останавливается, мы накануне крахом, давайте срочно сформируем дееспособное правительство, которое оттащит страну от края пропасть». Николай II согласился, но в ближайшие три дня его домашний раз Путину катали, он не отличался политической волей и царь отказал. Если вы поднимете подшивки всех газет, включая бульварных, за январь месяц 1917 года, вы просто ахнете. Ни в одной статье нет известия о том, что в феврале возможна революция. Революция в феврале началась с бунта голодных женщин на Невском проспекте, которые пришли с детьми за хлебом, им не хватило по булке. Когда обратились к полицмейстеру Санкт-Петербурга, чтобы он навел в порядок, его ответ был следующий – с бабами воевать не буду, все за него». «Я сейчас сопоставляю два документа. Это бюджет на ближайшие три года правительства Путина и его послание. В послании затронуты все самые больные и сложные проблемы. Они названы, но их должно, эти проблемы надо решать, имея соответствующие финансовые ресурсы и дееспособное правительство. Ни первого, ни второго для реализации послания президента нет. Бюджет развития начинается с 22 триллионов, а не с 15, желательно 25. Наша фракция еще в прошлом году подготовила целый пакет законов, которые позволили бы наполнить бюджет, его доходную часть. Первый и главный закон – все недра страны должны работать на каждого человека, а не на 15 упырей, которые присвоили себе право рассовывать этот бюджет по карману. Еще раз напоминаю, что последние три года мы примерно сырья, народного сырья, вот того народа, к которому обращался вчера Путин, продаем на 20 триллионов рублей. Это нефть, газ, золото, лес, алмазы. На 20 триллионов в бюджет ни разу не попало больше восьми. 12 триллионов продолжаем платить баснословную дань российской олигархии и ее иностранным покровителям. Я полагал, что скажет, давайте все-таки пересмотрим налоговую политику. Почему только у нас, те, кто имеет баснословные доходы, не желают платить прогрессивную шкалу налогов? Почему везде платят, а у нас не платят? Нет, это снова оттаскивается на 2018-2019 год. В этой связи тогда получается большая нестыковка абсолютно бюджета и президентского послания. Потому что в бюджете на ближайшие три года роста ВВП более полутора процентов нет, а президент ставит задачу к 2019 году выйти на мировые темпы развития. Значит, в районе трех процентов. В принципе, постановка правильная, потому что выход из кризиса начнется при росте ВВП более трех процентов. Значит, президент ставит такую задачу, а Единая Россия вместе с правительством притаскивает бюджет, в котором нет такого роста, и дальше будет стагнация и деградация. Я считаю, очень правильно было подчеркнуто, что если вкладывать адресно в нужные отрасли, то можно получить отдачу. Действительно, вкладывали ВВП под государственным контролем, вкладывали военно-промышленный комплекс. Военно-промышленный комплекс дал темпы роста 8-10 процентов и примерно столько же в производительности. Отрадно. Значит, государственные вложения при государственном контроле дают гораздо больше эффективно. Вкладывали программы из сельского хозяйства, дало плюс 3 процента. Не так много, но радуются. Продали на зерна на 16 миллиардов долларов. Правда, хочу напомнить вам, одновременно закупили иностранного продовольствия на 26 миллиардов. По-прежнему, скорее убытки, нежели доходы. А тот хлеб, который получили, не снизил цену ни на одну копейку, ни в одном магазине на хлеб. А если вы возьмете даже в элитном магазине, батон дорогой, то он все равно через 5 дней заплесневый. Качество хлеба никуда не годное. Тогда наводите и тут порядок. Третья отрасль – IT-технологии. Да мы тысячу раз твердили. У нас в наших институтах готовили лучших математиков. Для Китая, для Индии, для Америки. Убила гейца и 100 математиков, 50 русских, которые сделали ее главным богачом Америки. Индусы получили за год доходов на IT-технологиях и программном продукте 25 миллиардов. Мы получили 7, уже радуемся. Хотя могли получать 27. Но это три отрасли, которые и в новом бюджете не получают поддержки. Огромное сокращение идет по военному комплексу. Почти практически нет роста по аграрному. 1,2% от расходной части, при необходимости почти 10. И с точки зрения поддержки суперсовременных технологий. Там тоже, скорее, пусто-пусто размазали эти средства по различным статьям. Возникает вопрос перед Единой Россией. Вчера сказали, вы наш оплод, вы наша надежда. Так вот, оплод обязан, на мой взгляд, отреагировать. Оттянуть, может быть, на пару недель принятие во втором чтении бюджета и пересмотреть, исходя послание президента, реализацию расходной части. Переадресовалось средства, в том числе и те, которые спрятаны в разных статьях. А в разных статьях на другие расходы спрятано 1,7 трлн. Я никак у них не выпрошу полтора миллиарда для онкоцентра, который отстроен для детского онкоцентра. Там не хватает оборудования. Денег найти никак не могу. Никак не выпросим поддержать школы. 25 миллиардов дали на 85 субъектов. Одной школы не получают на субъект. Президент ставит задачу уйти от третьей смены. Кстати, ее не было. Она в последнее время возникла. Это второй. Но при таком финансировании третий будет только пополняться. Давайте из этой копилки, из заначки, туда перебросим хотя бы 100 миллиардов. Будут дополнительно 200 школ. Это уже кое-что. И так можно пройти по каждой из статей. На мой взгляд, последние два крупных политических события. Это послание президента всему народу и всем руководителям. И примаковские чтения, которые состоялись накануне с огромным участием, в том числе и представителей различных ведомств иностранных государств. Где послание президента и примаковские чтения руководствуются в принципе новой идеологии. Идеологии государственной политики при более строгом предметном распределении финансовым ресурсовым и спросах чиновников. А бюджет и вся экономическая политика, она выполняется а-ля Гайдар и Улюкаев. Мы принимаем бюджет человека, который сидит под домашним арестом в основном. Можно было бы отреагировать на послание и принять решение. Если послание неформальное, может быть посмотрим, Единая Россия отреагирует. Если оно формальное, посмотрим, как они будут сжать снова накопки, не реализуя ни одной принципиальной установки этого послания. Мы идем к Новому году. Новый год столетия и февраля, и октября. Гражданская война – это война февраля против октября. Но победил февраль, победил по одной причине. Потому что гений Ленина позволил предложить новые идеологии, в основе которой лежал не национализм и имперские амбиции, а лежала потребность сформировать союзное государство на основе труда, справедливости и дружбы народов. И впервые в истории, собравшись на СИЭС, проголосовали восстановить империю в форме СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Ленин предложил 4 варианта политики за 5 лет. Эти 20 лет крутятся вокруг либеральных догматов и никак не могут из этой грязной, вороватой Ельцинско-Гайдаровской колеи высключить. А Ленин реализовал, попробовал. Военный коммунизм и пошел. Продразвертку сложно, продналог легче. Но не хватает творчества масс. Перешел на новую экономическую политику. А затем предложил план ГОЛРО, и страна на глазах стала прорываться в будущее. А Сталин отстроил за 10 лет 6 тысяч лучших на ту пору заводов. Почему бы партии власти не взять пример? Если вам не нравится Ленинско-сталинский образец, возьмите Примаковский. Пришли на разграбленную казну, где было менее 8 миллиардов золотовалютных резервов. Наборрель нефти, стоящей 12 долларов. И сделали все наоборот, что им рекомендовал МВФ и валютный фонд. Те предлагали не контролировать банки. Они снимали кассу и утром, и вечером. И за три месяца сократили в два раза отток валюты в иностранные банки. Эти деньги пустили в свое хозяйство. Рекомендовали не трогать цены на энергоносители. Они вызвали всех этих, кто заведовал бензоколонками, сказали, не на копейку. Иначе будет смута, иначе будет массовый протест граждан. И третье, под конкретную программу напечатали деньги и дали заводам и фабрикам. И весь механизм строительный, и машиностроительный завращался. Дали плюс 24% промышленности. Вот вам примеры. Не хотите, идите у китайцев поучитесь. Они вам покажут, почему не получают средние темпы. И сегодня 6,5%. Не хотите, идите у китайцев поучитесь. Они тоже примерно. Не хотите, поезжайте в Индию, посмотрите. Это не нравится, Америка нравится. Открывайте программу Трампа, с которой он выступал в Етатусбурге, где закончилась гражданская война. Там 10 законов первоочередных. 6 жестких статей по борьбе с коррупцией. И 7 предложений по защите рабочего человека. Ничего они не хотят ни читать, ни изучать, ни применять. Произнесли хорошие, пламенные, во многом привлекательные речи. А финансо-хозяйственный механизм и олигархическая политика с криминальным уклоном продолжаются беспощадно. Тот бюджет, который они протаскивают на этой неделе, это еще одна удавка на шею трудового народа. И он не решает ни одной проблемы. Он только усугубляет обстановку. Поэтому давайте и дальше бороться за новую экономическую политику, от которой трудящимся массам станет лучше и легче.